Здравствуйте, меня зовут Евгений Евгений, я являюсь хранителем отдела хранения фондов музея-заповедника Кижи. Сейчас мы находимся на острове Кижи в историческом здании, дом Сергина, в помещении, где собраны различные предметы из дерева. Предлагаю вам познакомиться с коллекцией различных саней. Сани являлись одним из главных способов передвижения крестьян, вплоть до начала 20 века. В Древней Руси считалось, что на санях передвигаться гораздо престижнее, чем на колесах. И на севере Руси сани использовались как средство передвижения только зимой, но также и летом, так как в Карелии и вообще на севере Руси дороги были плохими, каменистыми, и колеса часто ломались, а полозья сани были достаточно долго прочными и долго не ломались. Вообще полозья делали из прочного порода дерева, в основном это были либо береза, вяз, дуб. Сани — это слово славянское, происходит от слова сань, что в переводе означает змея. И связано это как раз с видом полозьев, которые в своем виде напоминают как раз змею. Сани бывают различных видов, и они используются по-разному. Сейчас вы как раз наблюдаете сани выездные, они богато украшены, расписаны росписью, покрашены масляной краской. На таких санях ездили на ярмарку, женились, также ездили на службу. На этих санях как раз мы видим роспись и видим владельца саней и год создания, то есть 1897 год, 4 дня января. Сани эти изготовлены в Зоонежье, в деревне Сычень, недалеко как раз от острова Кижа. Богато украшены, хорошо сохранилась роспись. То есть это растительный орнамент, различные виньетки. Предлагаю переместиться к другим саням. Данные сани также из Зоонежья. Если мы обратим внимание, видим очень хорошо сохранен год создания, 1922 год. На черном фоне, темно-коричневом фоне куст шиповника. Окантовка сделана желтой линией с различными виньетками на верхней части. И известно, кто расписал данные сани. Это известная Зоонежская семья Абрамова, которые известны росписью не только саней, но и также прялок. Помимо таких вот выездных, красиво украшенных саней, также были сани дровня. Это были сани наиболее распространенные среди крестьян. На них возили и дрова, и сено, и навоз, и другие прелести хозяйственной жизни крестьян. Как я уже сказал, такие сани были наиболее распространенные. Также они использовались и летом, и зимой, и осенью, и весной. То есть круглый год, вплоть до начала XX века. Также в музее Кижи представлены и детские санки, которые называются санки-салазки. Часто для спинки брали филенчатую дверь от старого буфета, шкафа, и использовали их для сидений детских. То есть очень удобно, и такие сани были достаточно красивыми. В России есть, на Руси есть поговорка «Не садись ни в свои сани», то есть не бери чужого. И поэтому каждая семья хотела выделиться и украсить свои сани по-особенному. То есть поэтому мы можем догадаться, почему многие сани расписывались так красиво, и многие подписывались. Также на Руси есть поговорка «Готовь сани летом, а телегу зимой». И в музее Кижи наши сани готовы круглый год к экспонированию на различных выставках, которые вы можете посетить. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok